Постоянную ее экспозицию на Крымском валу. Вратарь Дейнеки – изумительное творение экспрессионизма 1930-х, мирового тогда стиля. Вот очевидный сразу глаз, режущий прием авторского экспрессионизма. Где вы видели еще такое соотношение длины картины и ширины? Я бы сказал, высоты – три к одному. Потом ракурс какой? Это где художник находится? Он ничком лежит на земле и на траве подбородок, чтобы сразу эффект – ух ты, тогдашний вау-эффект. Идеальная в ниточку линия горизонта, силуэт рощи, здесь еще два игрока, все мерило идеальной же сгруппированностью фигуры вратаря. Вот в момент, когда он бросил свое тело, в полете этот миг зависания, высшее проявление его голкиперского мастерства, и мяч здесь виден для того, чтобы мы его видели. Но он не фронтально летит, он под углом, он, конечно, крученый, но еще миг. И будьте спокойны, руки полностью перекроют мяч и возьмет мертвой хваткой. И вот такой же сгруппированный упадет на землю и закроет рощу и горизонт. Вот как занавес опустился в театре. Какие-то затертые будто мазки, они бликами передают объем фигуры, эту рощу буханкой, тут облачко, там облачко. Это маскулинный и мускулистый ардеко. В тогдашнем СССР, как в Италии, как и в Германии 30-х годов, спорт – часть государственной идеологии. У Дучи досуговая программа спортивная, у немцев – это «Сила через радость». Крафт Дурхфройде. У нас эти всесоюзные парады физкультурников, вот уж и «Сила», и «Радость», и знаменитый советский марш физкультурников. «Эй, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлю на ворот, ты представь, что за тобою полоса пограничная идет». Нормально так, да? То есть мяч, как нарушитель священных рубежей. Но это тоталитаризм ставил себе на службу спорта. Вообще это было явление и веление времени. Впервые в новой истории спорт – непременная часть жизни современного человека, нового поколения, такой новый эллинизм. И Владимир Набоков был вратарем в русском клубе в Берлине, и потом в Кембридже. Вратарь Кембриджа. И он, такой индивидуалист, оставил же эти записи о том, какое-то гордое, одинокое рыцарство вратаря, в отличие от полевых игроков. Шостакович был таким фанатом «Зенита», он же до войны жил в Ленинграде. «Зенит» одно время там назывался командой «Сталинец», что Шостакович ездил в другие города болеть за команду. И он записался на курсы футбольных судей. Ходил и всерьез готовился и к такой миссии для того, чтобы лучше понимать игру. И однажды устроил обед, званный у себя дома, в хорошей квартире, предоставленной выдающемуся композитору современности, и позвал всех игроков «Зенита». И после застолья исполнял свои произведения, и удовлетворенный потом говорил, что вот, наконец, я познакомился с героями спортивной драмы, которую прежде только наблюдал с трибун. Герой спортивной драмы. Ну вот как этот сгруппировавшийся вратарь, который упадет и закроется занавес у Александра Александровича.